Вчера видел Белоусова. Но в форме. Но вчера. Но вчера звезды у него были на плечах. О, вот такие звезды на плечах Белоусова. Совещание какое-то проходило у Путина, и там был Белоусов. И что вы думаете, Белоусов в военной форме. Белоусов это тот хрен, которого назначили министром обороны Российской Федерации вместо Шойгу 5 месяцев назад. Кто бы мог подумать. Ходил тогда, никого не трогал, в пиджачке такое нелепое существо. А теперь в форме и главное звезды. О, Харю еще не наел. Харя все еще худая. Но звезды. О, такие. Мне даже стало интересно, что это у них за звание такое, у Белоусова. Для Белоусова специально что-нибудь придумывали. Потому что некоторые сказали, что генерал-майор. Какой генерал-майор? У генерала-майора звезды. О. О. Некоторые сказали, младший прапорщик, как у нас говорил, господи, прости господи, Ефрейтор Умаров. Это когда звезды. О. Ну нет такого звания, младший прапорщик. А тут звезды. О. То есть маршал Советского Союза. Герб, звезда, маршал Советского Союза. Ну реально оказалось, что это вообще какие-то гражданские погоны. То есть на военную форму можно нацеплять, надевать или одевать. Я знаю, как погоны пришивать. Да пришивать гражданские погоны какой-то советник первой степени подлости. Но я посмотрел, но это же прямо будущее Шойгу. То есть Шойгу в свое время тоже был обычным гражданским человеком. И вдруг в него нацепили китель. И звезды стали расти на плечах. Прям естественным образом такие. Фу. Выросли огромные звезды. Стал маршалом. И все называли маршал Победы. И вот теперь, они же, что, пять месяцев назад Путин затеял эту перемену? Уберу-ка я Шойгу разъевшегося, звезды отрастившегося, заменю на скромного худого Белоусова. Прошло пять месяцев, и Белоусов постепенно превращается в Шойгу. Он прямо реально превращается в Шойгу. Такая трансформация с ним происходит. Помните, как у Бродского? На таком расстоянии любой приказ превращается рацией в буги-буги. Да? И краснеет, пряча лиловый стяг наш. Сержант холостяк. Ну, я не об этом, нет. Я не про ориентацию Белоусова на Путина. А вот про эту форму. И мне даже вспомнилась эта сказка. Новое платье Белоусова. Помните? Когда ему шили много портных на новое платье. Все смотрели, как бы восхищались его этой формой, какой он маршал. И только один мальчик закричал. Так Белоусов-то голый. Белоусов-то голый. Вот так растет у них новый маршал победы Белоусов. Чего я об этом? В России нельзя ничего поменять. Это для нас большое счастье. Вот в Украине можно менять. Меняешь каких-то людей, меняешь что-то. Избираешь нового президента, новый парламент. И все меняется. Если нам не нравится в Украине, мы просто выбираем новых. А в России, кого не посади на место министра обороны, получится Шойгу. Любого посади. Он обрастет формой, обрастет звездами. И из него получится Шойгу. А помните, как в мае опасались некоторые... А я говорил, что так не будет. Опасались некоторые, что Белоусов победит коррупцию. И российская армия станет прямо эффективной. Хрен из два. Он сам превратился в Шойгу. Коррупция пожрала Белоусова. А не Белоусов пожрал коррупцию. Я теперь представляю себе, как его теперь будут называть маршал победы Белоусов, как был маршал победы Шойгу. И, видимо, он будет принимать парад на белом усе. Как Жоков, да? Жоков-то на белом коне. Он все-таки Жок. Белоусов на белом усе будет принимать парад. Кто не понял, как это, где картинка, я на заставке специально поставил вам к этому видео того самого Белоусова, вот в этой самой нелепой военной форме. Посмотрите, как он смотрится, как этот гидроцефал. Вот такая башка и такая худенькая чедушная тельца с огромными звездами на плечах. Как у него плечи выдерживают эти звезды, я не понимаю. Как он не прогнулся под тяжестью еще этих звезд. Сухостой этот Белоусов. Мерзкий гнус, белый ус. Но не помогло Путину, не помогла смена министра обороны. Не помогла, ни хрена не помогла. Потому что, та-та-та-там, моя любимая песня, снова актуальна. Четвертые сутки пылают станицы. Помните, я исполнял это вам в августе, когда мы подожгли под Ростовом эту, не овощебазу, хотел сказать овощебазу уже, нефтебазу двумя меткими взрывами подожгли. И она пылала две недели, пока не сгорели дотла все ее 72. Этих самых резервуары с нефтью, бензином и дизелем. И что вы думаете, в Феодосии все получилось? Ведь пожелания сбываются. Вот если на день рождения к человеку встречаешь, приходишь, особенно делаешь стрим, как я в понедельник сделал, и от всего сердца что-то желаешь, оно обязательно сбывается. А я что пожелал Путину в понедельник? Чтобы вот эта нефтебаза в Феодосии, в которую мы попали в понедельник утром, чтобы она сгорела дотла. Дотла! Потому что это самая большая, нефтеналивная, самый большой терминал, там нефтебаза, все, что вы хотите, в Крыму. И Крыму трындец без этой нефтебазы. В тот момент горело всего два резервуара. А сейчас четвертые сутки горит нефтебаза. Афтебаза потеет дождями, Донская земля. Не падайте духом, поручик Белоусов. Падайте, падайте духом, поручик Белоусов. Вы не смогли защитить оккупированный Крым от наших беспилотников. Видимо, это какая-то уникальная технология, что два беспилотников, две. Нужно выбрать два правильных резервуара. Ну, не знаю, может, там что-то смешивается и все это загорается. Но 1137 человек эвакуировали из города. Местные жители сообщают, что черный дым до сих пор поднимается над горизонтом. В ближайших домах выбиты окна. Значит, дальше, что там еще происходит. Из-за значительного расхода воды на тушение вот этого пожара, я вам говорил вчера, что вертолеты боятся летать, тушить, предприятие «Вода Крыма» предупредило о возможном ухудшении качества питьевой воды и перебоях водоснабжения. Это вот как там в жизни смерть в яйце, яйцо в игле, правильно? Вот она, игла Крыма оказалась, нефтебаза. Оккупационные власти предупредили жителей о запланированных военных учебных стрельбах, которые должны состояться 10 октября. Куда они там будут стрелять? Видимо, по нефтебазе, чтобы уже... Так не достанься же ты никому. Вот так, 7, 8, 9, 10, 4 сутки. Пьем здоровье Путина. Надеюсь, что она сгорит полностью. Субтитры подогнал «Симон»